Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии Артемий Заварзин. Добрый день. И вот некоторые темы нашего выпуска. Вакцины в регионе становятся больше, а вот много ли желающих сделать прививку? Расскажем об актуальных цифрах. Инспекторы, работающие на особо охраняемых территориях, собрались на большой семинар. Какие темы обсуждали и решаются ли застаревшие проблемы? Вельский краеведческий музей совместно с российским этнографическим создали новый проект. Чем он важен и почему его сильно не хватало нашим специалистам? Итак, 800 человек в день. Таков темп вакцинации в нашем регионе. Для обеспечения иммунитета у 60% взрослого населения области необходимо привить от COVID-19 почти 516 тысяч человек. Достичь этого показателя планируется к октябрю. Сегодня в регион поступило больше 145 тысяч комплектов вакцины. В ближайшие дни ждем еще почти 5000 доз. В Архангельской области полный вакцинальный комплекс. Прошли 103 248 человек. Еще 128 тысяч северян в ожидании второй прививки. Продолжают работу мобильные комплексы и площадки в торговых центрах. Как и прежде, записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники, а также на электронных площадках госуслуги из здрав29.ру. Охраняемых территорий больше 100 инспекторов для наблюдения в три раза меньше. О проблемах, которые волнуют специалистов, и о возможных решениях говорили на специальном семинаре. Алексей Макеев расскажет. 11% лесных массивов Архангельской области заняты охраняемыми территориями. И таких зон более 100. Они под наблюдением всего 28 инспекторов. В честь Дня экологов многим из них вручили награды за добросовестный труд. Благо, что в последнее время ситуация с природоохранной деятельностью начала меняться в лучшую сторону. Фотофиксация обязательно. Пожалуйста, нам выдают эти видеорегистраторы, фотоаппараты. Ну, навигатор, естественно, нужен. GPS. Техника тоже обновляется. Что зимняя техника, летняя техника. Это радует, с одной стороны, что обращает внимание министерство. Деятельность инспекторов – это не только охрана вверенных территорий от браконьеров и незаконной вырубки, но и контроль за экосистемой в целом. Иногда возникают такие коллизии, когда размножаются вот те же бобры, например, в Каргопольском районе, либо вот честность волка поднялась в значительной степени. Вторая проблема на сегодняшний день – это антропогенная нагрузка. То есть у граждан появляется необходимая техника, на которой они могут двигаться вне дорог общего пользования. К сожалению, нынешнее законодательство не всегда позволяет обеспечить защиту инспекторов, например, от браконьеров. К тому же оснащение нарушителей зачастую в разы лучше. Потому техническое усиление ежегодно становится предметом работы. Буквально в прошлом году были закуплены новые снегоходы, новые квадроциклы. Сейчас мы готовим еще очередные предложения для того, чтобы оснастить наших сотрудников новой современной техникой для повышения оперативности и увеличения количества патрулирования и, собственно, самих маршрутов патрулирования. Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об увеличении числа инспекторов в районах области. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Больше тысячи владельцев оружия проверили в регионе. В каждом четвертом случае составлен протокол о нарушении. Росгвардия подвела итоги профилактической акции охота. За допущенные нарушения изъято более 200 единиц оружия и почти 3000 патронов. Самые распространенные случаи – это нарушение сроков перерегистрации, разрешающих документов и правил хранения оружия. Всего проведено больше тысячи проверок. Составлено около 250 протоколов об административных правонарушениях. Есть случаи, когда к ответственности северяне привлекаются повторно. Всего на территории региона зарегистрировано 42 тысячи граждан, в распоряжении которых находится около 75 тысяч единиц оружия. Два лесозаготовительных подразделения группы компании «Титан» прошли аудиты по новому национальному стандарту. Он был принят еще в марте. Новшеств много и важно соблюсти баланс интересов бизнеса и ответственного отношения к лесоуправлению. Группа компании «Титан» выступила принимающей стороной для проведения в Архангельске очного семинара лесного попечительского совета России. В центре внимания переход на новый национальный стандарт ФССИ. Задача непростая как для лесных компаний, так и для органов сертификации. Новый стандарт, он разработан на основе международной схемы, единой для всех стран, но адаптирован к российским условиям. То есть там специфические требования для России. И вот эта адаптация, она проходила на площадке ФССИ России. Это был диалог всех участников сертификации. Роль офиса ФССИ в России – сделать переход на новый уровень ответственного лесоуправления максимально понятным, прозрачным и нестрессовым для компаний. Национальный стандарт по лесоуправлению вступил в силу 22 марта. И у держателей сертификатов для перехода на него есть год. Группа компании «Титан» активно ведет подготовку к прохождению аудитов лесоуправления по-новому. А два лесозакотовительных подразделения холдинга уже успешно с этим справились. «Стараемся, чтобы интересы экономики, интересы бизнес-структуры были учтены при формировании общего единого баланса. С учетом того, что сейчас в целом в обществе преобладают экологические и социальные настроения, диалог получается тяжелым, но самое главное, что диалог есть». По стандартам ФССИ холдинг работает уже 15 лет. И сегодня 85 арендованных лесных участков сертифицированы по стандартам лесного попечительского совета. И ежегодно группа компаний расширяет область действия сертификатов. За 2020 год прирост площади сертифицированных лесов составил 22%. Очный калибровочный семинар ФССИ России продлится три дня. Участников ждет не только обсуждение новшестандарта и консультация технического комитета, но и полевой выезд на участки посадок и рубок ухода. Дарьев Графов, Артемий Заварзин, Регион 29. Вельский краеведческий музей совместно с Российским этнографическим создали новый проект «Передвижную лабораторию». На весенней сессии сотрудники музеев Архангельской и Вологодской областей вместе с экспертами погружаются в вопросы комплектования, изучения и описания экспонатов. Это знания, которых в повседневной жизни крайне не хватает. Передвижная этнографическая лаборатория взяла свое начало еще в день славянской письменности. Проект – результат совместной работы двух музеев – Вельского краеведческого и Российского этнографического. Более 20 специалистов из Архангельской и Вологодской областей учатся тонкостям комплектования, изучения и описания предметов. Тема весенней сессии – этнотекстиль. Практически во всех музеях краеведческих, естественно, хранятся огромные этнографические коллекции. Но не секрет в том, что в штате музеев этнографов нет. Даже не всегда историки есть. Я уж не говорю там искусствоведы, культурологи, музеологи и так далее. А в то же время в Российском этнографическом музее работают прекрасные специалисты. Поэтому такая коллаборация более чем своевременная. В программе – лекция о набойном производстве и текстильных предметах интерьера, о способах описания этнографических предметов. Спикеры – специалисты высокой категории с богатым опытом работы. Практические занятия проводят мастера Центра традиционной культуры «Берендей». Учат нас, как правильно составлять документы, как правильно описывать, потому что только на практике можно получить опыт, а не только внутри у себя музея. Так как я хранитель, мне надо улучшиться этому, как правильно составлять документы, на что больше обращать внимание, потому что в правилах написано одно, а на практике совершенно другое. Проект поддержан региональным Минкультом и рассчитан на три года. Далее этнографическая лаборатория отправится в Устьянский, Шенкурский и Верховарский районы. Карина Заплатина, Артемий Заварзин, Андрей Миронов, Регион 29. Такие новости к этому часу. Итоги дня в 19. Ровно не прощаюсь.